Всем привет! 14 июня. Пивная пятиминутка Илья. Ну что, заканчиваем мы с фанатским пивом, да? Чё у нас тут? This is Fakil. Топи за своих, пей местное. Да? Бельгин Браунель. Крутяк. This is Fakil. Посвященный 33-му номеру в футбольной команде. Так, будьте добры. Слушайте, тут у нас, я смотрю, только что вот заметил, тоже у нас это посвящено-то. Ой-ой-ой. Опа. А чё за гашинг? А? Брелок. Чё за беспредел? Бля, сейчас всё испоганено нахер. Чтоб вы понимали, пиво, вот это вот, лежало в холодильнике несколько месяцев. Его никто не трогал. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Оно ещё не закончило, ребят. Смотрите, что творится. А гашинг? Это хуевело. Чё, неужели они там прямо дрожжи живые поставили, которые чуть-чуть перебродили? Чуточку. Вот это я понимаю, живое пиво, да, ребята? Не то, что наши делают регионалы. Вот это я понимаю, живое пиво взяло и убежало нахуй. Срач, срач. Так, я надеюсь... Оно вот опять подходит, вот пена где-то вот здесь вот. Ну всё, хорош, ну хорош. Пробежалось и хватит. Так, давайте смотреть, что у нас тут интересного-то. Это у нас Бельгиян Браун Эль. По цвету видно, да, что это Браун. Классический коричневый Эль в бельгийском стиле. Отлично. 5,4 алкоголя нам обещают. 14 плотности. Ну всё, ты там успокоилась? Пять. Вот там просто вот получается, сколько я налил, там просто вот столько пены. Ай-яй-яй. Короче, будьте добры, будем добры вместе. 3 рубля с каждой проданной банки, а мы уже знаем, да, такие фишки от брелка. Я уже пил и Пашку, где они тоже так делают. Мы перечисляем в пользу спортивного, благотворительного. Сколько у них этих благотворительных фондов-то? Благотворительного фонда помощи и реабилитации людей с ограниченными возможностями здорового. Присоединяйтесь и вы. Я присоединился. А вы? Блин, пытается вылезти, сучка. Внесите своё пожертвование или узнайте подробности. Перейдите по укору кодов. Thank you very much. Пиво тёмное, не пастеризованное, нефильтрованное, не светлённое 0,5 литра. Став водоподготовленный, соус пивоваренных, милипродукты, пивные, дрожжи. Ничего лишнего. Розлив у нас. 4, 10, 22. Посвежее, да, будет. Поэтому оно и последнее было в этой серии фанатской. Что-то карамели, что ли, пахнет жёстко. Петушком на палочке пахнет. Так, брелок, все дела. Но, в принципе, тут они тоже пишут, что вот сток-сток-то градусов 366 суток, сток-сток-то 270. Но, пивко-то забродило. Не каждый сможет Бельгию-то сделать так, чтобы она не гашила. Всё-таки, да, серьёзные люди это дело варят. Ну что, коричневый, коричневый. Опа, в хлопья выпало. Осадочек у нас дрожжевой хлопьями. Лёгкий карамельный оттенок, как бы вообще ничего не чувствуется. Так, 5,4, да, и настраиваемся на 14 плотности. Очень скромный аромат. Карамельный. Опять придётся это, как вчера, бархатное пить. Но я думаю, это будет намного вкуснее. Давайте. Скисло, сука. Лёгкий налёт уже из кислинки. Ну что я могу сказать? Ребята облажались. Ребята, ребята облажались. У них кисло-пиво. Не справились они с дрожжами. Я не думаю, что так и задумано. Это не какой-то там вайлд кисляк там. Это просто должен был быть коричневый эль. И вот. Заражение было. Пошло. Иллюстрации. А вот ещё написан художник. Кто нарисовал. Что там за надпись? Есть лёгкая кислинка. Но вот не прям сильная такая. Она вот такая на излёте. То есть уже понятно, что неправильно пиво забродило. Как оно должно было быть. Ну как лёгкая. Ни хрена она. Короче, по вкусу. Ну, мягонький вкус. Кислинка. Очень лайтовый. Я бы сказал. С налётом. Вот лёгким налётиком. Бархатного оттенка. Бархатного пива. Ну и кислинка, которой быть не должно. Но заражение, да. Или что-то пошло не так с дрожжами. Неправильно они сбродили. Лёгкая кислинка появилась. А может и была изначально. Я не думаю, что она со временем появилась. Ну как изначально. Не при розы. Не когда оно уже в танке было. Ребята бы тогда его не стали в банки закатывать. А уже именно при розы. Что-то пошло не так. Или заражение пива было. Или дрожжи неправильно сбродили. А как они могут неправильно сбродить? Ну вот эта кислинка я сомневаюсь. Браун эль. Грубо говоря, это бархатная. Только не лагер, а эль. Должен был быть. То есть мягонько. Также бархатисто. Приятненько. И все дела. Всё, а носки кислинка есть. Ну, что ж поделать. Семье не без урода. Ребята попробовали. Ребята у ребят не получилось. Вот такие вот дела. Всё. Не будем больше затягивать. Не болейте. Не будьте здоровы. Открывайте для себя новые стили пива. Это Бельгиян Браун Эли. Открывайте. Желательно именно бельгийские. Потому что у тех-то... Те-то знают своё дело. И у них пиво-то не гашит. Наверное. Открывайте для себя новую пивоварню. Да, несмотря на неудавшийся сорт. Всё равно брелка. Естественно. Надо и нужно советовать. Хорошая пивоварня. Пока радует. Ну, что-то не порадовало. Что-то... Ну, вот из ипашек, да? Из новой серии там. Всё видели. Всё. Понимаете? Ну, и не прощаюсь. Опять же новиночка. Опять пинтовая. Опять этот... Карл Кролру... Крол... 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 Или как она там называлась-то? Блядь, где банка? А, Кайзер. Хе, Кайзер. Будет Кайзер следующий. Но я вот думаю... О какой... Там... Ну, вот классическая линейка. Лагер. Вайс. Пшеничка, да? И вот Дарк. Обычно начинаем... Вот как я перечислил. А тут начали с конца. Ну, значит, лагер... Теперь будет в конце. Сегодня будет Вайс. Решили. Всё. Все коллективно, дружно. Всё. Да, чё я прощаюсь-то? Увидимся? Не скучайте.